Телеканал Автоплюс предлагает вашему вниманию обзор гонки 24 часа Лимана 1964 года. У микрофона Владимир Башмаков. Год подготовки, недели проведения мероприятия и 24 часа гонки. Для конструкторов, организаторов, механиков и гонщиков суточный марафон 24 часа Лимана сводится к трем составляющим. Долгая подготовительная фаза остается в тени, почти в обстановке секретности. Но в понедельник перед гонкой занавес таинственности поднимают и представляют 55 автомобилей, которые будут участвовать в гонке. В этом году вновь будут участвовать французские конструкторы, среди которых Рене Боне. Их представляет 4 экипажа. Каждый год автомобили Рене Боне представлены на старте, и не только ради участия, но и ради победы. В прошлом году экипаж Рене Боне занял первое место в своем классе. В этом году их главным соперником вновь станет альпин Жанна Редле. Наибольшее внимание привлекают к себе автомобили Форд. Крупная американская марка провела большую работу, и ее возвращение в Лиман стало главным событием. Главная задача американской команды – поставить под вопрос долгое превосходство Феррари. Прототипы GT и Cobra тщательно подготовили к гонке. Восьмицилиндровый лообразный двигатель объемом 4,7 литра с максимальной мощностью 380 лошадиных сил. Чтобы обеспечить себе все шансы на победу, Форд устроил конкурс лучших пилотов, собрав самую блестящую команду. Это три наиболее удачных прототипа. Надо знать, что Рой Лан наделил автомобиль прекрасной скоростью. Это результат упорной работы, испытаний и исправления ошибок. Испытания, проведенные в марте, позволили обнаружить некоторые дефекты, но механики Форда быстро их устранили. Автомобиль под номером 12 будут пилотировать Ричард Эствуд и Джош Лесер. 11-й будет доверен Гинтеру и Грегори. Что касается 10-го номера, за его рулем будут выступать Брюс Макуарен и Фью Хилл. Как и все остальные автомобили, Форд проходит проверку и взвешивание. Комиссар, от взгляда которого ничто не укроется, проводит полный и тщательный осмотр деталей. На самом деле, техническая инспекция 55 машин, которые выйдут на старт гонки, занимает не так много времени. Все знают требования технического регламента и соблюдать их выгодно как для одной, так и для другой стороны. Этот монстр, который сейчас мирно спит, всегда вызывал любопытство. Время гонок он проносится на такой скорости, что никто не может его разглядеть. Он также дает почву для размышлений о страсти, изобретательности конструкторов, о совмещении мощности и аэродинамических качеств, скорости и способности держаться на дороге. Все эти характеристики являются признаками постоянного прогресса автомобиля. Итак, Форд успешно прошел проверку. Ему дан зеленый свет на участие в свободных заездах, чтобы познакомиться с особенностями трассы. Редко какие трассы бывают столь особенными, как кольцо Сарте в Лимане. Через несколько часов пилоты и механики получат последнюю возможность как можно лучше подготовиться к гонке. Уникальная машина в своем жанре. Мощный Мазера, тем пилотами которого будут Андре Симон и Марис Трентиньян. Восьмицилиндровый V-образный двигатель объемом 5 литров и мощностью 420 л.с. при 7200 оборотах в минуту. С такими показателями можно не бояться проиграть гонку уже на старте. И вновь Феррари набирает обороты. Пять прототипов, таких же, как автомобиль Жанна Геше и Нинова Кареллы. Плюс четыре машины категории GT. В списке Феррари семь побед в 24-часовой гонке, четыре из которых были одержаны в последние годы. Номер 21 – это прототип Людовико Скафриотти и Майка Паркиса. Автомобиль с 12-цилиндровым V-образным двигателем успешно прошел все проверки. 20-й и 21-й имеют объем двигателя 3,3 литра, а 12-й – 4 литра. Это один из двух автомобилей СД «Шарль Дойч», которые будут защищать французский «Триколор» наряду с «Альпином» и «Рене Бонне». 20 июня с самого утра царит оживление. Наступил день гонки. И за четыре часа до старта в ресторане уже нет мест. Еще до совершения первого круга поставлен своеобразный рекорд. Рекорд по числу зрителей, которые свидетельствуют о популярности этой гонки. Более 300 тысяч человек ни за что в мире не хотели бы пропустить это зрелище, во время которого «Стрелка часов» успеет дважды обижать циферблат. Собирается множество зрителей, молодых и не очень, знатоков и профанов. Представление начинается незадолго до старта гонки, когда участники молчаливо появляются на трассе. И еще какое-то время здесь будет преобладать гул-трибун. Феррари номер 19 занимает первое место. Остальные выстраиваются позади, согласно времени, показанному в квалификации. Форд Ричи Гинтера и Мастена Грегури на второй позиции. Затем следует Феррари Педро Родригеса и Скипа Хадсона. На четвертой позиции Форд по номерам 10, которые будут пилотировать Брюс Макуарен и Филл Хилл. Идут последние приготовления и проверки. Сейчас нужно предусмотреть все. И предвидеть даже непредвиденное. Детали, которые зрителю могут показаться незначительными, могут сыграть важную роль во время гонки. На старте два Ягуара. Ягуар четыре раза одерживал победу в гонке 24 часа Лимана. Собравшиеся на трибунах зрители пришли сюда не случайно. Они здесь для того, чтобы прожить эту гонку вместе с командами и пилотами. Они также переживут две минуты крайнего напряжения, которые будут с 15.59 по 16.01. Старт будет дан через три минуты. И сейчас экипажи от начала соревнования отделяют стартовый флаг. Именно с помощью этого флага князь Метерник, председатель автомобильного клуба Германии, даст отмашку к старту 55 машинам. Итак, все готово к старту. Вот и находятся напротив своих машин. 16 часов и гонка начинается. Быстрее всего занимает место в своей машине мексиканец Педро Родригес на Ферраре и отправляется в гонку. Отличный старт для всех, кроме Феррара. Филу Хиллу, у которого возникли какие-то сложности, и он оказался на последней позиции. С самого старта Ферраре возглавляет гонку. Педро Родригес, Джон Сёртес, Грэм Хилл и Людовико Скарфиотти. Участникам предстоит проехать 13 километров и 461 метр, прежде чем они вновь окажутся перед трибунами. Сейчас гонщики по прямой у Даньер направляются к самому медленному повороту трассы Мюльсан. Феррари по-прежнему возглавляют гонку. На первой позиции находится Родригес. Но Форд совсем близко. Гонка в самом разгаре. Сейчас пилоты преодолевают повороты Порше. Первое прохождение перед трибунами. Феррари с Педро Родригесом за рулем на первой позиции. Далее Грэм Хилл, Джон Сёртес и Лукас Скарфиотти. Среди лидеров автомобилей Феррари и Форд очень быстрый рекорд скорости круга оказался под угрозой. А уже после первого круга у Жан-Карфа Багетти появились проблемы со сцеплением. Скорость очень высокая. Средняя скорость сейчас составляет порядка 200 км в час. Лидирует Джон Сёртес, Далее Родригес и Грэм Хилл. Но к ним по-прежнему подбираются автомобили марки Форд. И в частности Форд под номером 11, за рулем которого сейчас находится Ричи Гинтер. И ему удается выйти на первое место. Три Феррари, один Форд и рекорд побит. Три минуты пятьдесят три секунды и одна десятая. Это время Гинтера на десятом круге. Рекорд побит на две десятые. Но ненадолго, поскольку на двенадцатом круге Педро Родригес показывает круг в три минуты пятьдесят целых и девять десятых секунды. Фернан Тавана, занимающий десятые позиции, преследует впереди идущую Кобру. Что же, сражение двух Ф, Феррари и Форда. Гинтер по-прежнему возглавляет гонку. Средняя скорость автомобилей примерно на три километра в час выше, чем в прошлом году. Скорость очень высокая. Темп по-прежнему задает Форд Ричи Гинтера, за которым следует Феррари, Свертиза, Родригеса и Грэма Хилла, а также Кише, который подтянулся на пятую позицию. На двенадцатом круге Педро Родригес совершает рывок дня и проходит круг за три минуты сорок девять целых и восемь десятых секунды со средней скоростью около двухсот одиннадцати километров в час. Гинтер отправляется на дозаправку, и Свертиз пользуется этим для того, чтобы возглавить гонку. Григорий садится за руль Форда. Он на второй позиции после Свертиза. Погода просто прекрасная, и публика с напряжением следит за тем, что происходит по ходу гонки, которая обещает быть богатой на сюрпризы. Пока на первом месте автомобиль под номером двенадцать, а одиннадцатый на второй позиции. На дозаправку отправляется Грэм Хилл. Вместе с Свертизом и Родригесом он находится во главе Пелетона. После дозаправки Грэм Хилл уступает свою смену напарнику по команде Банье. Лоренцо Бандини в задумчивости. Его напарник по экипажу останавливается на дозаправку. И сейчас девятнадцатый номер уступает лидерству Форду. Свертиз великолепно провел свою часть гонки и сдает смену Лоренцо Бандини. Бандини опытный пилот. Он доказал это в прошлом году со Скорфиотти. Двенадцатый номер покидает Питвейн на третьей позиции. Лидеры гонки не проявляют ни малейшей слабости. Средняя скорость по-прежнему около двухсот километров в час. И за три часа сейчас пройдено шестьсот пять километров. И авария происходит сейчас в конце стартовой прямой, где находится трибуна перед поворотом Данлап. По непонятным причинам триумф Ротшильда врезался в заграждение и его вынесло на середину трассы. Многие боледы избежали столкновения с ним в последний момент. Несмотря на жесткий удар, пилот получил лишь легкие травмы. Более 50 автомобилей участвуют в гонке, в которой по-прежнему за лидерство борются Гиндер и Грегури за рулем Форда. Следом за которым идут экипажи Феррари, Гишес Вакареллы и Сертеза с Бандини. Грэм Хилл и Банье недалеко от них, а Педро Родригес отстает. За рулем Рене Иване Робер Буард. Для Багетти гонка складывается не очень удачно. Его пришлось задержаться на пистопе и он сильно отстает. Что касается Порше, то они держались в углове Пелетона, но недолго. Из-за ошибки они теряют позицию. И здесь авария в повороте Тетер Руж. Пилот сам Пим Тайгер сходит с дистанции. Даже во время самого интересного представления необходим антракт. Рядом с местом, где проводится гонка, достаточно мест для развлечения. По левую и правую стороны от сцены есть чем удовлетворить самые взыскательные вкусы. Здесь особенно много женщин, которые сопровождают своих мужей. Тем временем наступает пятый час гонки. И этот пятый час будет отмечен целой серией аварий, которые радикально изменят положение в турнирной таблице. Прежде всего сход с дистанции Феррари под номером 15, за рулем которого был Педро Родригес. Установивший рекорд круга, на его машине сломалась головка цилиндра. Очень зрелищная авария на прямой Мюльсан, но к счастью не более чем зрелищная, потому что здесь загорелся форт Джош Лиссера и пилот не получил никаких травм. Служба безопасности ликвидирует огонь. Такое количество эмоций вызывает большой аппетит, тем более, что гонка еще не закончена. Форт Гинтера на Петвене, у него проблема с коробкой передач. Он больше не вернется на трассу, и в гонке остается лишь один форт Филохила, правда он недалеко от лидеров. В гонке по-прежнему участвуют Мазаратти, Мариса Трентиньяна и Андре Симона. Их экипаж показывает неплохой результат, но девятый час гонки станет для них роковым. Лидерство в гонке удерживают Феррари. На трассе более 44 автомобилей. Лидеры по-прежнему поддерживают высокий темп гонки. Свертис и Бандини продолжают атаковать. Каждый круг они проходят примерно за 3 минуты и 55 секунд. Это означает, что средняя скорость круга составляет 206 км в час. Общая средняя скорость составляет около 200 км в час сейчас в гонке. Это просто невероятно, поскольку в прошлом году в Скорфиоте и Бандини побили рекорд скорости круга в 190 км в час. В то время как красные болиды продолжают сражаться на трассе, в деревне начинается праздник. Он будет продолжаться почти всю ночь. Во время гонки никто не спит. Кто же пойдет спать в то время как здесь разворачивается такой праздник? Наступает полночь и список автомобилей, сошедших с трассы, становится длиннее. 16 машин выбыли, 17 если считать Мазерати, Трентиньяна и Симона. С наступлением ночи средняя скорость несколько снижается, но по-прежнему превышает 200 км в час. В квасе GT ситуация не вполне ясна. Феррари Алисьена Бьянки под номером 24, так же как и машина Фернандо Тавано и Боба Гроссмана под номером 27. Иду следом за единственной из трех Кобр, еще оставшейся в гонке, автомобилем Дэна Герни и Боба Бондуранта. Часовая стрелка сделала полный оборот по циферблату и преимущество на дистанции по-прежнему остается за Феррари. Сертис и Банди не в числе лидеров, Гешеева Карелла следует за ними, а 46 номер Альпин, Деляженеста и Моро занимает первое место. Утренний туман постепенно рассеивается и можно оценить ущерб, который нанесла ночь гонке. Порши, стартовавшие седьмыми, после ночной части гонки идут на пятом месте. Отличный прогресс. А вот Ас Элит, Вакстафа и Ханта проведет день точно так же, как и ночь, то есть превосходно. В настоящее время лидирует Феррари под номером 20. Это экипаж Геше и Вакарелла. Они на пять кругов опережают 14 номер машину Громахилла и Джо Банье. И на шесть кругов 19 номер Сертиса и Бандини, у которых были какие-то проблемы на пидстопе. 29 автомобилей на трассе и 35 тысяч машин на парковке. Автолюбители выстроили свои машины многочисленными рядами. Ночь была непростая, но ничто в мире не омрачит этого раннего утра 24-часовой гонки. Появилось солнце. Местность просто невозможна узнать. Эти 24 часа были прожиты полной жизнью. Именно здесь можно пройти удивительную школу адаптации к непривычным условиям. Научиться устраиваться там, где ты оказался. И, конечно, всем зрителям нужен хороший стол. Иначе всё пройдёт не так. После, но лишь после развлечения. В пьесе не хватает нескольких сцен, целого акта, который разворачивался ночью. Но большая часть зрителей в курсе основных событий. Сарафанное радио работает без боев. Телефон-мансо работает хорошо. Фернан Тавана по-прежнему здесь, в первой пятёрке на трассе. Сертис и Бандини сохранили третью позицию. Жаль, что они потеряли столько времени. Им по силам было идти со средней скоростью в 200 км в час. Ситуация предельно проста. Три прототипа Феррари занимают первые три позиции. За ними следует Кобра GT Гёрни и Бон Дуранта. Из всех Феррари машина номер 14 производит наибольшее впечатление. Грэм Хилл и Йоаким Бонье на пять кругов отстаёт от лидеров. И на пять кругов опережает Сертисо и Бандини. Жан Гишей и Нина Вакарелло, похоже, не атакуют в достаточной мере. Нужно атаковать в такой степени, чтобы получить возможность сохранять наиболее оптимальный ритм в данной ситуации. В гонке больше не участвует машина СД. Последняя машина сошла с трассы в пять часов утра. А Тавана столкнулся с новыми трудностями, из-за чего окажется на десятом месте. Финиш менее чем через четыре часа. И во главе Пелетона по-прежнему гидшая Ива Карелло. В 12.25 будет преодолён рубеж в 4000 километров. Времени достаточно для того, чтобы побить рекорд по дистанции, пройденной в гонке. Трудности последних часов самые удручающие. Муробьянки и Жан Винатье заканчивают выступление. Но два других альпины ещё продолжают бороться. Для некоторых Лиман станет открытием. Например, они откроют для себя пользу гидротерапии. Для других он раскроет всю прелесть молодости. Страстно увлечённый гонкой реалист может не иметь слуха и не верить в Бога. Но самое красивое зрелище – это кухня, ароматы которой разносятся по всей округе. Но с этой точки зрения публика Лимана непредсказуема. А теперь давайте вернёмся к гонке. Прошло 22 часа. 25 машин остаются на трассе. 25 из 55 стартовавших. Это нормальное соотношение. Положение не изменилось. На второй позиции автомобиль под номером 14. За ним 19-й. А на первом месте Жан Гиши и Нина Вакарелла, которые стабильно проходят круг примерно за 4 минуты. Порше заканчивают гонку с замечательным результатом. Но в этой гонке у них не было никаких амбиций. На трассе остался лишь один автомобиль Рене Бонне. Шарьер и Базини остаются буквально глухими ко всем аргументам. У них по-прежнему сильные механические проблемы. Более чем за час до конца победа в гонке уже обеспечена. 20-й, 14-й и 19-й. Вот номера экипажей победителей. Жан Гиши и Нина Вакарелла. Впереди Грэма Хилла и Джо Баньен. Слезы которыми идут Джон Сёртис и Лоренцо Бандини. За ними Гёрни и Бондурант, претендовавшие на третье место, финишируют на четвертой позиции. Бейкер и Брэдли финишируют 24-ми из 24-х или скорее 24-ми из 55-ти. Потому что финишировать в Лимане это уже победа. У команды победителя тоже не все прошло гладко. 32-я гонка 24 часа Лимана завершается. Полным успехом. 35 тысяч зрителей посетили гонку в этом году и они вернутся сюда вновь. Она также завершается успехом для Феррари, занявшей три первых места и побеждающей в гонке пятый раз подряд. Побит рекорд по максимальной дистанции. Без малого 4 тысячи 6 километров при средней скорости, 195 километров в час. Успех Жан Гиши и Нина Вакарелла, которые выступали на Феррари 275 пи. Это был обзор 24-х часов Лимана 1964 года. У микрофона был Владимир Башмаков. До новых встреч. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова